Продолжаю играть матч с этим соперником. В первой партии, казалось бы, владел небольшим перевесом, но защищался мой оппонент грамотно, и мне пришлось в муках делать ничью на флажке. А тут дебют Трамповского, вот этот вариант с разменом на f6. Не верю, что 2-0 очень точно, потому что я могу попытаться зацепить издава короля. Б3, какой-нибудь конь Е4, потом Ж5, попытаться просто дать мат. Выглядит провокационно, но какая-то логика в этом все-таки есть. Особенно положение пешки на Б3 мне не внушает доверия, потому что иногда сюда ферзь выходит, если он проводит план с Ж5, и начинает давить на мой центр. Раздействительно на конь С3 я сыграю слон Е6, например. Не говоря уж о Ж, который я, наверное, сильнее. Да, поэтому АЖ, ферзь Ж5, есть еще ход Х4, но вроде бы в особого оризона так играть нет. И теперь я хочу Х4. А, конь Д2 это грамотно, потому что на Х4 будет конь Ф3. Да, может быть, ситуация как-то по-жестче попытаться сыграть, потому что сейчас, если конь придет на Ф3, я могу наружить себя в некоторых проблемах, скажем так. Чтобы поменять коня, конечно, можно, но конь Е4 самая сильная фигура черных. Это было очень обидно. С другой стороны, может, конкретика важнее. Возможность сыграть Х4 важнее. Давайте попробуем. То есть, на основном, Д5 есть, помимо прочего, какой-то ход Ф4 еще. Думаю, что так навряд ли будет сыграно. Может быть, конь Ф4. Дело в том, что если я не дам мат, но при этом даже съем одну или две пешки на королевском фланге, то за счет того, что структура Д5, Ф5, Ф7 совсем слабенькая, то могу испытывать некоторые проблемы. Все-таки слон Д5. Странное решение. Теперь мне надо сделать выбор. Ф4 или ХЖ? Верно Ф4. Теперь я могу взять конь Ф4. На основном, Ф4, например, ударить на Ф7, король Ф7, потом взять ЕФ. В первых, много пешек за фигуру, но фигура, мне кажется, все равно старше. Потому что есть еще белые поля. РЖ4. Хочу взять ХЖ. Мой король, конечно, выглядит подозрительно, но пока грозит ХЖ, и нам надо что-то делать. Если сейчас белые начнут защищать пешку на Ж3, то фигура черных очень быстро выкатится вперед. по ощущениям, по крайней мере. Где Ц1, да. Ожидалось, но что на ХЖ? Ладья Ц7, слон Д7. А, просто снимаем ФЖ, Ф3, Ф3, Ф2. Ну, интересно. Ладно, нужно надо сыграть, и вот здесь надо подбить то ли отвести короля, то ли все-таки закрыть слоном. Можем, кстати, отвести короля сильнее. Потому что от одного шаха никто не умирал. Да, давайте попробуем так и сделать. То есть, на ФД3, на ФЦ2 просто слон Ф5. На Ф5 тоже слон Ф5. На Ф3, ФЖ3, на ФЖ, ФЖ3, ФЖ2. Взяли, взяли, слона Ш3, слон Ф1. Человек лишняя ладья, и, видимо, выиграна. Да, видимо. В последней партии еще отстанет полтора на пол очка. Румынский шахматист. Не знаю, есть ли у него международное звание, к сожалению, в этом профиле это никогда не отображается. Херзь Е3. Впрочем, как мне кажется, как шаха как не угрожала, так и не угрожает. То есть, я могу пойти даже с Ж2. Херзь Е4, слон Ф5. Херзь Е3, слон Ф3, слон Ф1. Может быть, было что-то... Нет, но так достаточно надежно. Всем спасибо за внимание, встретимся в следующей партии.